Казалось бы, Sims является детской игрой. Не берем в расчет рейтинг в России, но чем больше дополнений выходит к четверке, тем больше мы получаем сексуализированного контента. Приветствую похотливых детишек! С вами, как всегда, ваш прекрасный Плюй, который пришел провести сексуальное просвещение в играх Sims. С выходом дополнения Стрелы Купидона, эта тема для моего сообщества стала настолько горячей, что я не могу ее обойти стороной. Поэтому в этом сравнении мне бы хотелось рассказать про интересные виды в уху и другие аспекты сексуализации в Sims 2, Sims 3 и, конечно же, Sims 4. Не переживайте, тема и первой части будет тоже затронута, поскольку дополнение Sims 4 делает много отсылок на Sims Hot Date. Жду вашего лайка под видео, подписки на канал и мой телеграм по ссылке в описании. Подождите, вы слышите этот звук? Кажется, начали без нас. Дополнение Hot Date придало некую перчинку Симам первой части. Благодаря которой стал доступен конфетно-букетный период. Возлюбленным персонажам доступны разнообразные романтические действия, которые можно выполнить как на участке, так и на специальных ковриках и, конечно же, на ужине в ресторане. Непревзойденная мисс Толстопятка впервые появилась с этим дополнением, чтобы как следует надавать люлей всем, кто любит свои романтические отношения выставлять на показ. А вот легендарная Кровать Сердца была впервые представлена в дополнении Living Ledge. Вот как раз-таки только на ней доступно то самое действие с Фу Ху. Для этого достаточно выбрать виброрежим. После таких покатушек могут появиться кричащие детишки. Но это уже другая история, которая, к слову, доступна на моем канале. Это видео выходит при поддержке моих прекрасных спонсоров на Бусти. Вы тоже можете им стать и получить много эксклюзивного контента в виде предварительного доступа к роликам, записи к закрытым стримам, влоги из поездок, а также доступ к видео, которых нет на канале. Оформляя подписку на Бусти, ты еще получаешь доступ к закрытому чату, где ребята тебя уже ждут. Подписывайся! В двойке разработчики пошли дальше и представили такое понятие как вуху, что ранее было недоступно. Отсюда и появилось гораздо больше способов заняться этим делом. Жизненная цель, которая сосредоточена на этом, и желание. Для того, чтобы это действие стало доступно, персонажам необходимо развить долгосрочные отношения до среднего уровня. В игре со всеми дополнениями представлено 12 видов вуху. Хочу отметить такой момент, что занятие непристойными делами на общественном участке награждает симов особым воспоминанием. И вся общественность будет на это реагировать, как и сами персонажи после вуху. К слову, в этой части тоже имеется кровать с сердцем, которая пришла с дополнением переезд в квартиру. Первые способы появились в базовой игре и воспроизводят заготовленные игрой катсцены, если персонажи занимаются этим делом впервые. Такие сцены доступны в кровати и в гидромассажной ванной. Исключением выступает примерочная, куда можно позвать вторую половинку. Следующие способы пришли с дополнением ночная жизнь, но они уже не проигрывают катсцен. Вуху доступны в машине и фотобудке. Бля, ну что за секс просто, а? Если во время вуху на общественном участке будет находиться госпожа пьяная помятая, да, та самая, то персонажи с большой вероятностью получат по самое небалуй. Дополнение путешествия подарило целых четыре новых способа приятно провести время симам на курорте. В палатке, в сауне и на гамаке. Мне одному это напоминает какой-то кокон. Последующие два появились с разными дополнениями. Один с бизнесом и он доступен в лифте. Другие же представлены в переезд в квартиру, вертолете и гардеробной. Возник резкий вопрос, а им там удобно? Зачать ребенка в кровати можно с вероятностью 60%. Гидромассажной ванной 25%, а вот примерочной и других местах 50%. Если в семействе все восемь слотов под персонажей будут заняты, то действие зачать ребенка будет недоступно. Также оно будет недоступно взрослым женщинам, если остается пять дней до перехода в последнюю возрастную стадию. Хочу отметить, что в Sims 2 и в Sims 3 ву-ху в нашей локализации называлось сексом. Хотя в оригинале, начиная со второй части, появилось такое понятие, как ву-ху. По закону джунгли, разработчики Sims 3 пошли еще дальше и добавили в игру гораздо больше мест для ву-ху. В игре насчитывается 33 места, которые доступны не только с базовой игрой, но и со всеми ее дополнениями и даже с Тором. В этой части также могут возникать желания, связанные с этими недетскими играми, как и жизненные цели. Симы после ву-ху в общественном месте будут реагировать и получать воспоминания. Сразу хочу сказать, что мест настолько много, что моим симам пришлось попотеть, но постараюсь про все рассказать, насколько это возможно. Два базовых, это в кровати и кроличьей норе, которые натыканы по всему городку. Мир приключений добавляет места для ву-ху в палатке и саркофаге. Главное, не забудьте его проверить перед использованием. В дополнении карьера ву-ху стала доступна в машине времени. Четыре способа пришло с сумерками. Это в лифте, джакузи, киностудии и в трейлере профессионального актера. Все возрасты добавляют способы в душевой кабине и домике на дереве. Дополнение питомцы для лошадей добавило сток сена. Вот там тоже можно это провернуть. Следующие способы приходят шоу-бизнесом. Это в фотобудке. Оно также доступно и в студенческой жизни. И в магическом шкафу фокусника. Сверхъестественное добавляет в уху в домике фей. Гардеробный, который доступен также вперед в будущее. Цыганском вагончике, дендрарии и древнем хранилище. Дополнение времена года добавило два способа. Это выглу и куча собранных листьев. Райские острова добавляют места в подводной пещере, курортной башне и душевой кабине все в одном. И последнее дополнение вперед в будущее добавляет целых семь способов. Но я расскажу о новых пяти. В супер поезде, капсуле сна, на реактивных ранцах, звездной обсерватории и станции создания ботов. Последние три способа, о которых я хочу вам под конец рассказать, пришли с предметами из магазина стор. На большом воздушном шаре. На большом воздушном шаре. Сауне и отремонтированной колымаги. А вы, кстати, заметили, что главным лицом тройки выступают не персонажи, а пес, который старался не пропустить момента. С дополнением все возрасты, персонажи после вуху между двумя персонажами будут использовать походку, которая присуща воображаемому другу. Это происходит после вуху на общественном участке. Дома такое не получится. Если заняться вуху внутри фотобудки, то после этого у персонажа появится модлет «Секс в общественном месте», даже если она была дома. Помимо этого, симы получают различные модлеты, которые связаны с разными видами вуху. Персонажи могут зачать ребенка с вероятностью 80%, если будут заниматься вуху в кровати сердца, которая пришла с каталогом «Современная роскошь». А вот 100% шанс будет доступен с модлетом «Подергивание глаза» из дополнения «Сверхъестественное». Теперь пришло время рассказать и о Sims 4. В этой части в последнее время происходит какой-то культ на вуху разработчиков, и они стараются с каждым новым дополнением добавить как можно больше мест для него. Для начала мне бы хотелось поведать вам о том, что разработчики планировали с базовой игрой добавить навык вуху, но по каким-то причинам это было вырезано. В игре на данный момент представлено 28 мест для утех персонажей, хотя количество гораздо меньше предыдущей части, но игра еще обновляется. Хочу отметить, что при вуху на общественном месте может возникнуть смущение у активных симов, поскольку они не хотят, чтобы за ними наблюдали другие персонажи. Те же в свою очередь никак не отреагируют, только если зайдут намеренно в помещение и получат также смущающий их мудлет. Госпожа толстопятка пришла и в Sims 4 с дополнением «Загородная жизнь», чтобы отолстопятить каждого, кто решится на любовные отношения. Базовая игра представила места в кровати, космическом корабле и обсерватории на заднем дворе. Слава богу, не в заднем кармане. Вуху в палатке появилась с игровым набором «В поход», в джакузи с каталогом «Внутренний дворик», но после появления этого предмета в базе, это можно считать и базовым вуху. В сауне с игровым набором «День спа». В дополнение «Веселимся вместе» добавляет сразу два места, в чулане, как это было с переезд в квартиру, и в кусту для пописать, который тоже кочует из дополнения в дополнение. Игровой набор вампиры позволяет заняться вуху в гробу, а также в форме летучих мышей. На маяке доступно с дополнением «Кошки и собаки», в куче листьев с дополнением «Времена года», а вот в куче денег с путь к салу. В этом же дополнение представлено и в «Капсуле сна». В водопаде на острове Сулани с дополнением «Жизнь на острове». В университете добавлено только одно место в душевой кабине. В мусорном контейнере стало доступно с дополнением «Эко-лайфстайл». Это возможно даже в жилище на аванпосте «Черный шпиль» с игровым набором «Путешествия на Бату». Дополнение «Снежные просторы» добавляет сразу два вида в уху – в горячем источнике и ледяной пещере на горе Камареби. В загоне для животных с дополнением «Загородная жизнь». Главное, чтобы в этот момент там не было коровы. Дополнение «Старшая шкалка» добавляет тоже несколько видов – фотобудки и кроличьих норах, колесо обозрения, домик с привидениями и туннель любви. В домике на дереве стало доступно с дополнением «Жизненный путь». И последние на данный момент пришли с дополнением «Стрелы Купидона». В номере мотеля, в подсобном помещении и, конечно же, на пледу. Мне одному это напоминает пастилу. В уху доступна с подросткового возраста, но для них действие будет называться «Дурачица». А если пожилые персонажи испытывают переутомление, то последующее в уху может стать для них смертельным. После выхода дополнения «Стрелы Купидона» в игре присутствует автономность занятия в уху. Простым языком они могут этим заниматься самостоятельно. Также можно настроить границы и предпочтения, связанные с физической близостью и в уху. Если персонажи решат заняться в уху на колесе обозрения в парке Коппердейла в дневное время, то игра предложит выбор действия, за которого их с позором могут выгнаться аттракционом. Такие карточки шанса доступны и на других аттракционах. Персонаж чертой характера привереда ни за что не пойдет заниматься романтическими утехами в мусорном контейнере или ледяной пещере, даже если ему предложит это партнер. Игра после хорошо проведенного времени награждает персонажей интересными мудлетами. Также в игре представлены два достижения, связанные с утехами симов. Клуб 50 миль над землей, где необходимо заняться в уху на космическом корабле, и в уху, заняться в уху с 50 неигровыми персонажами. Мне вот интересно узнать, а вы получали последнее достижение? Ух, ребята, после этого видео мне стало так горячо, надеюсь вам тоже. Выделить какую-либо часть сложно, но я бы покритиковал четверку за в уху в мусорном контейнере, для меня это прям табу. Ну а если говорить про любимые виды, то в джакузи, душевой кабине и, конечно же, пляду. Напишите в комментарии ваше любимое место, а также странное, будет интересно прочитать. Не забывайте продвигать это видео лайками, чтобы их выходило гораздо больше. Подписывайтесь на мой ютуб, телеграм-каналы и бусти, где вас будет ждать эксклюзивный контент. Спасибо за ваш просмотр, увидимся в другом, весьма интересном видео на канале. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok